Хорошо. Еще раз добрый вечер. Меня зовут Денис Теслер, филолог, спикер Виктория Красный Ибис. Сегодня я расскажу об основных мифах и легендах школьной литературы, литературы в школе, о том, что становится предметом критики, о том, что становится камнем преткновения и, в конце концов, что лежит в основе любой абсолютно школьной программы по литературе. Миф первый – разумная, добрая, вечная. Ни для кого не секрет, что литература в школе должна учить человека, школьника, быть правильным, хорошим, добрым, честным. Огромное количество крайне положительных эпитетов, которые в дальнейшем так или иначе помогут ему жить среди людей. Великий вопрос жизни – как жить среди людей, как говорил Альбер Камю. На самом деле литература учить разумному, доброму и вечному не должна. По крайней мере, не всякая литература должна учить разумному, доброму и вечному. Так называемая дидактическая функция литературы – это функция, существовавшая всего 200 лет. А литература эта чуть больше мировая досчитывает, как минимум. И довольно в этом отношении любопытно замечание Оскара Уайлда, автора того самого портрета Дориана Грея, о том, что литература к этике, к науке о хорошем и плохом не имеет никакого отношения, только к эстетике, к науке о красивом и некрасивом. Поэтому литература, как бы учителя литературы не старались преподносить ее в школе, как бы не позиционировали ее министерские комитетные чиновники, тем не менее она остается чистым искусством. И школьная литература, как ни странно, всегда должна сохранять в себе вот это эстетическое начало. А от эстетического начала зачастую и в педагогических вузах, и в школах на практике отказываются. Более того, мы наблюдаем предельное упрощение литературы как предмета. И сейчас достаточно интересный вопрос иногда звучит в критике, в такой журналистской, прежде всего, образовательной, педагогической, что проще, что полезнее литература или физкультура. От чего стоит отказаться, к чему стоит идти. Действительно, литература сегодня, так как ее позиционируют, не несет почти никакой смысловой ценности, важности. И это совершенно не строгий предмет. Я думаю, все, закончившие школу, так или иначе с этим знакомы. На литературе мы можем поговорить, поговорить о вечном, о так называемом вечном. По факту, на самом деле, просто-напросто лишать психологические кейсы. Это еще одна проблема. В образах художественных мы видим реальных людей. И когда мы говорим об образе Татьяны Лариной, об образе Евгения Онегина, мы говорим не о каких-то художественных субстанциях, а говорим о реальных людях. Почему Татьяна отказала Онегину потом, почему Онегин отказал Татьяне вначале, это не имеет никакого отношения к тексту, не имеет никакого отношения к литературе, как бы учителя литературы не преподносили это на уроках. Почему возникает такая проблема? Дело в том, что школьная литература, да и любой школьный предмет, так или иначе вертится на оси интересно-скучно. Для того, чтобы делать литературу интересной, не академической, литературу как предмет действительно отдыха, развлечения и такого довольно лайтового на самом деле развития, многие преподаватели, многие методические школы отходят от зубрежки, отходят от изучения поэтики текста в область чистого чтения, в область чистого и как позиционируют учителя увлеченного чтения текста. Тем не менее, и здесь возникает ряд проблем, как заинтересовать ребенка, школьника текстом, но это уже совсем другая область знаний, другой комплекс противоречий. Любопытно, что разумному, доброму и вечному в школе обучают очень двусмысленно, что ли. Один преподаватель издал книгу, в которой описал некий педагогический психологический эксперимент, попросил учеников назвать имена поэтесс, которых они знают. Назвали Цветаеву, Ахматову и еще две-три поэтессы, вроде Ахмадулиной или Ахастаховой, насколько я помню. Да, те поэтессы Вера Полоскова, которые сейчас известны школьникам, так или иначе, попросили назвать имена поэтов-мужчин, ворох, вагон и маленькая тележка. Когда спросили о том, что такое женская поэзия, чем она отличается от мужской поэзии, ученики стали обозначать не столько поэтические особенности текстов, женских и мужских, сколько гендерные стереотипы, которые были им известны. Женская поэзия о любви, женская поэзия о тоске и грусти, мужская поэзия более серьезная и так далее. Огромное количество гендерных стереотипов, которые, конечно, не имеют никакого отношения к литературе, только к ее медийному существованию, существованию в медийном поле. Это, на взгляд педагога, который описал этот эксперимент, ярчайшее проявление сексизма образования, поэтому и о разумном, добром, вечном в этом отношении педагог относительно школьной литературы не говорит. Итак, решение на самом деле довольно простое, такого комплекса противоречий с разумным, добрым, вечным. Отойти от разумного, доброго и вечного в область чистой поэтики, говорить о том, из чего сделан текст. Мы ведь на физике не рассуждаем о том, хорош или плох закон всемирного тяготения, мы его просто изучаем. И здесь то же самое в каком-то смысле. Мы не говорим о том, хорош или плох, «Онегин» мы просто его изучаем. Мы говорим о том, как сделан «Онегин», как сделан этот образ, из каких деталей он складывается, из каких мотивов, из так называемых атомов, в каком-то смысле, художественного текста. Но почему на практике зачастую в школе нельзя поднимать эти проблемы и исследовать особенности собственного текста? С одной стороны, учителя не способны зачастую говорить о тексте на достаточно глубоком уровне, если этот текст не становится областью исследования учителя, еще вузовского его изучения. И с другой стороны, ученики не готовы и не замотивированы говорить о тексте достаточно глубоко. Тем не менее, поэтика, как таковая, после, во время каких-нибудь аттестаций, ЕГЭшных, например, оказывается тем самым предметом, объектом, той самой проблемой, о которой ученики, выпускники, абитуриенты уже должны говорить на достаточно профессиональном уровне. Известен такой мемный вопрос, вопрос о породе каштанки. Какой породы была каштанка? Якобы ученик не может ответить на этот вопрос. Во-первых, потому что он каштанку не читал. Либо, во-вторых, потому что этот вопрос ускользает от внимания ученика, что вполне естественно в вузе иногда на античной литературе спрашивают, сколько бревен было в плоту Одиссея. И зачем, казалось бы, знать, сколько бревен было в плоту Одиссея, если это не обладает это знание каким-то символическим смыслом. И здесь то же самое. Кроме того, вопрос о соотнесении имени, чисто эгэшный вопрос о соотнесении имени персонажа и цитаты, его фразы какой-либо, тоже вызывает затруднения у учеников. Федеральный институт педагогических измерений, ФИПИ, так называемый, давно уже это подтвердил. Не каждый справляется, и процент выполнения этих заданий довольно низок. И в том числе уже при написании, ИГА по литературе в принципе состоит из пяти, в сущности, эссе, небольших, четырех, одного крупного, и возникает уже следующая проблема. Ученики не исследуют элементы текста, не исследуют так называемые эпизоды текста, анализируют текст целиком. И на самом деле это проблема. Это проблема подмены анализа текста пересказом, известная всем абсолютно выпускникам филологических факультетов. И с другой стороны, это подмена анализа текста, глубокого, вдумчивого анализа обычным описанием того, что он знает об этом тексте. То есть мы можем сказать о том, что есть какой-то психологизм в герое нашего времени, и это будет описание текста. Рассуждение общее, достаточно общее, достаточно пространное о художественном произведении. И мы можем показать, каков именно психологизм, какие средства психологического использует автор, и так далее, и так далее. Тем не менее, список важных деталей, для каждого текста он, конечно, свой, но такой не описанный в методической литературе, но существующий в качестве такого эйдоса, неоспоримого и неописуемого, ну да, в принципе, неописуемого, он меняется из методической школы к методической школе, от одного преподавателя к другому, разных преподавателей, разные эти списки важных деталей. Для кого-то важно будет указать на то, что, скажем, Андрей Болконский, семейство Болконских имеет только два имени, Андрей и Николай, в своем генеалогическом древе, и Андрей Николаевич, Николай Андреевич, это две вариации имени этой фамилии, и это поможет показать якобы преподавателю на устойчивость этой фамилии, на ее консерватизм. С другой стороны, иной преподаватель может закрыть на это глаза, сказать, что это глупость, это совсем никому не нужно. Помнишь героя, замечательно, не помнишь героя, так и черт с ним. Бывают и такие педагоги. И на самом деле, еще очень большой вопрос, кто из них прав. Третий миф, хороший, плохой, мертвый. Вопрос о важных деталях сталкивается с вопросом о списке каноничных текстов, текстов для обязательного чтения. Когда мы готовим учеников, например, если мы педагоги к ЕГЭ, или когда мы абитуриенты, готовимся к ЕГЭ, у нас есть перед носом список текстов в кодификаторе. Это хорошо, замечательно, допустимо, литература необъятна, нам показывают, что именно прочитать, чтобы сдать ЕГЭ на 100 баллов. Прелесть. Сталкиваемся с другой проблемой. Когда мы говорим о стихотворениях, о стихотворениях, используемых в ЕГЭ, мы говорим о том, что авторы контрольно-измерительных материалов для реального ЕГЭ не ориентируются на кодификатор. Иными словами, они используют все, что угодно для создания тестов, но не данные кодификатора. Это подлог и обман, который на самом деле, наверное, часто встречается в ЕГЭ под другим предметом также, но это, на мой субъективный взгляд, неправильно. Тем не менее, комплекс каноничных текстов для исследования существует и чаще всего ориентируется именно на список ЕГЭшных текстов, на классику 19 века. Классика 19 века превалирует здесь. Кстати говоря, классика 19 века, ориентация на классику 19 века это открытие 90-х годов 20 века. Это не серьезная, вдумчивая позиция 300-летней методики преподавания литературы. Это веяние времени. Это попытка отказаться от советской литературы в пользу литературы, существующей, и существующей в сознании ученика, и в сознании, собственно, обывателя, носителя культуры, но относящейся не к советскому времени, а чуть раньше. Это факт, и с этим преподаватели уже давно смирились, признав, что какой-нибудь советский писатель Гладков очень популярный, очень крепкий, очень талантливый, имеет гораздо меньшую ценность в культуре, чем не менее замечательный писатель Лисков. Хотя, на мой субъективный взгляд, и Лисков, и Гладков уступают ряду других писателей, о которых в школе и слышать ничего не хотят. Субъективщина в выборе каноничного списка текстов, размышления экспертов по поводу того, какие тексты должны входить в этот финальный золотой перечень текстов. Это все еще до сих пор остается такой дискуссионной площадкой для филологов. И на самом деле здесь мы видим две тенденции. Одна – осовременить список, попытаться сделать так, чтобы дети читали взахлеб. А как сделать так, чтобы дети читали взахлеб? Заставлять их читать то, заставлять, конечно, заставлять читать то, что было написано, ну, примерно для них или для их родителей, которых они могут потрогать, с которыми они могут поговорить об этих текстах. Какой-нибудь биограф Глобус Пропил, какая-нибудь даже Донцова кое-где, Гарри Поттер, удивительно, уже лет 10, наверное, входит в список обязательных текстов, рекомендуемых текстов для изучения летом, в пятом-шестом классах и так далее, и так далее. Попытаться дать детям то, чего они хотят. Иногда это получается, иногда нет, но список каноничных текстов остается неизменным для абитуриента. Конечно, стоит отметить, что зарубежная литература изучается в минимальном объеме, потому что, как сказал один критик, там, где березки не цветут, не растут, книг не пишут. И, наверное, это правильно. Но, с другой стороны, при отсутствии текстов зарубежной литературы постоянное обращение к зарубежному наследию к какому-нибудь Фаусту, Геоте, к Гомеру, к Шекспиру, они, во-первых, повсеместно, во-вторых, обязательны, обязательны в процессе изучения текстов русских классиков, которые ориентировались на зарубежную традицию литературную. И вот эти лаконы, эти противоречия, эти неясности, они остаются в методике преподавания. И получается, что человек, школьник и педагог вместе с ним исследуют не целостный литературный процесс мировой, а какие-то имена, какие-то названия. То есть, это то же самое, что взять не учебник геометрии, а словарь геометрических терминов на геометрии и исследовать их. Что такое аксиома? Замечательно, мы знаем, тангенс, катангенс, а как это применять на практике, не так уж важно, потому что, а зачем? Мы знаем названия. Это интересная логика, судя по всему, ее придерживаются. На самом деле, я, конечно, утрирую, педагоги пытаются показать эту преемственность, и в ЕГЭНа заявляется так или иначе в заданиях, раньше назывались С24, где нужно сравнить несколько текстов, сопоставить, найти похожие образы и провести какие-то параллели. Но это все на очень зачаточном уровне, непрофессиональном, и ни о каком серьезном исследовании здесь, конечно, речи не идет. Еще следует обратить внимание на то, что принципы формирования текстов, принципы формирования, точнее, списков этих текстов, они, конечно, продиктованы некими потребностями, некими образовательными целями. И что это за цели в сущности? Зачем нам изучать литературу? И это проблема бегущего по лезвию. Литературу изучать не нужно, на самом деле. Это просто перечень текстов, как мы уже выяснили, они не про добро и не про зло, они просто истории. Истории ради истории. Эти истории ради истории нужны педагогам, нужны обществу для того, чтобы найти пресловутые духовные скрепы. По сути, роль художественного текста, скажем, в какой-нибудь методике преподавания начала 19 века литературы или начала даже 20 века, это проблема вхождения ученика, школьника, гимназиста, юного интеллигента, кого угодно, в некий не научный даже дискурс, а просто общественный дискурс. Попытка показать ему, что есть вот такая европейская цивилизация, и вот эта европейская цивилизация имеет такие памятники. И если в приличном обществе пошутят о Гомере или Толстом, то тот, кто закончил и изучил Гомера или Толстого в свое время в гимназии и лицеи, должен посмеяться. Тем самым произвести хорошее впечатление на свет. Это проблема, проблема связи, проблема включения человека в этот дискурс, в это общество, которое этими текстами пропитано, которое на эти тексты ориентируется в своей деятельности, активности. Это важно, замечательно, интересно, и на самом деле это всегда оставалось первоочередной задачей литературы как предмета. Ее называли словесностью иногда, дабы показать, что это не только умение читать, но умение писать. Умение писать, как известно, важнее, интереснее умение читать. Но сейчас умение читать текст от умения его анализировать отличается достаточно сильно, как мы понимаем. Потом, в советское время, литература стала играть довольно важную, с акцентом важную, идеологическую роль, идеологическая функция литературы, попытка проецировать новые ценности. Дело в том, что есть ряд вещей человеку непонятных, неестественных для человека. Фехтование, например, в искусстве нанесения ударов, не получая их, это позиции. Позиции, неестественные для человека, как организма. Поэтому этим позициям учат. Поэтому, когда этим позициям обучают, обучаем ему больно. Больно вставать в эти позиции, больно в них передвигаться и так далее, и так далее. С литературой то же самое. И с идеологией то же самое. Если есть какая-то идеологема, которая неестественна для человека, внушить, что это идеологема правильная, будет довольно проблематично. Но и методы внушения есть, и все на свете есть. И, собственно, почему появилось так много толстовцев во второй половине 19 века? Потому что идеологемы Толстого без его художественного дарования представляют из себя ничто. Но художественное дарование Толстого позволило убедить огромное количество молодых людей в том, что взгляды Толстого на мир вместо человека в нем довольно верные, точные и правильные. И так далее, и так далее. Здесь с идеологемами в советское время было все чуть более сложно, но также разрешимо. Об этом писали представители так называемого социалистического реализма, об этом писал какой-нибудь Горький, какой-нибудь Шолохов. И это все существовало, работало в том числе работало и в школе. Когда от идеологем как таковых отошли, получили некую интенцию к фиктивности литературного знания. Есть некоторые запросы, запросы времени, запросы общества, и на эти запросы тексты должны отвечать. Но сейчас вот в эту эпоху фиктивности так называемую, скажем так, отвечают не столько тексты на эти запросы, а ответы на эти запросы методисты, учителя, исследователи вытаскивают из текстов. В принципе, это довольно понятно, просто и логично, как мы, кто читает текст, есть вариации на эту тему, каждый понимает текст в меру своей испорченности, ну, что-нибудь в этом духе. И здесь, в школе, это делает преподавание литературы очень не то, чтобы даже поверхностным, возможно, может быть и глубоким этот фиктивный анализ, фиктивное извлечение делает очень неоднородным, очень таким регионально заостренным в одном регионе с одними комплексами меметических структур, существующих в этом регионе, исследование текста будет одним, а в другом совершенно другим. И абсолютно непонятно, кто будет прав в этой ситуации. При этом, конечно, есть академические источники, на которые ориентируются, желательно, конечно, которые ориентироваться бы стоит педагогам, но эта ориентация происходит не всегда. Миф пятый, наверное, самый важный. Несмотря на то, что эра текста как такового уже давно наступила и текст литературный в том числе становится основой основ, есть некий молох, некий молох педагогического образования, школьного образования, на которого скидывают все обвинения, всех свиней и так далее, и так далее. Причем для каждой группы населения молох будет своим. Вузовские преподаватели обвиняют отсутствие традиций, потому что они совчастны традициям, и традиции им важны, и под традициями они понимают преемственность методическую, например, говорят о том, что ушло поколение педагогов, которые учат правильно литературе, пришло поколение педагогов, которые учат литературе неправильно. Для социальной группы родителей обвиняемыми становятся учителя, для учителей родителей и дети, для детей все вместе взятые, для министров учителя, конечно же. Это довольно интересная ситуация, ситуация общественная, естественная в условиях современного общества, но эта ситуация не помогает решить главные противоречия литературного образования в школе и противоречия ориентации литературы на познание чего-то. Что это значит? Никто не знает, в чем цель литературного образования в школе. Обычно упоминают совершенно абстрактное нравственное воспитание, эстетическое воспитание, огромное количество вещей, которые мы можем увидеть в методичках, отдающих бюрократизмом и нафталином, и это, конечно, к истине, к правде не будет иметь никакого отношения, потому что это формулы. Это формулы, которые тиражируются из закона в закон, из книжки в книжку, и, наверное, логично будет предположить, что даже от самого факта тиражирования эти формулы теряют в своем смысле и превращаются в такие бессмысленные штампы, которые используют преподаватели, в том числе, когда разрабатывают собственные программы. тем не менее довольно известная история о том, откуда мы, куда идем и так далее будет здесь основой основ. Любой предмет так или иначе позволяет нам понять, кем мы были, любой школьный предмет, физика, философия, хотя философия, конечно, не входит, физика, история, общество, знания, математика, все что угодно, позволяет узнать нам о том, откуда мы, о том, какие геометрические теории существовали раньше, физические, естественно, научные, какие угодно, кто мы сейчас, в каком, например, обществе мы живем, на общество знаний, теория разделения властей, разнообразные кодексы уголовно-административно-правовые, разнообразные знания о том, почему соль нужно смешивать с горячим супом и с холодным, и наоборот, на уроках химии, то, что здесь и сейчас нам пригодится, практическое знание, по сути, и направленное на будущее, знание на перспективу, например, на уроках физики мы его получаем замечательно или должны получать, вот этих трех компонентов нет, или они максимально нивелированы, девальвированы в школьном литературном образовании, потому что с одной стороны, как я уже сказал, это образование поверхностное, и обращенность в прошлое, изучение прошлого, изучение истории на уроках литературы даже в течение всего курса будет не таким глубоким и серьезным, как посещение всего одного урока истории. Обращенность в будущее также нивелируется за счет того, что исследования достаточно поверхностны, и этих исследований, по сути, нет. Обращенность настоящая не позволяет не позволяет осуществить желание педагога преподавать современные тексты, тексты здесь и сейчас. Со всеми этими проблемами педагоги борются, все эти проблемы педагоги решают, каждый решает по-своему, и самостоятельное, индивидуальное решение проблемы это вещь, которая сегодня остается панацеей для любого школьного учителя, поэтому счастлив тот ребенок, который попадает в руки к достойному учителю. Спасибо, я готов отвечать на ваши вопросы. Могли у кого-то происходят? Ваши пара. Я человек, который закончил салатский институте, я не буду не попросить не задать институтации и текст автора, который называется «Смерть автора». Угу. На самом деле, «Смерть автора» Лана Барта это довольно странная вещь, которую, я думаю, надо читать в оригинале, потому что в любом переводе она, как ни странно, теряет свои уникальности и оригинальности, и я знаю как минимум три интерпретации этого текста. Вообще, попытка перенести всю ответственность за текст с автора на «Все на свете» это важно и любопытно, но это не совсем герменевтика. Мне кажется, что все-таки структуралистские теории Барта или какого угодно постструктуралиста в этом отношении, в отношении педагогического образования, литературного образования, они теряют свои ценности и значимости. Все-таки в литературе, в литературном школьном образовании, наверное, этого придерживается максимальное количество таких классических педагогов конца 20 века, которые учились у мастеров. В литературе, как и в математике, есть только один правильный ответ на любой вопрос. С этим сложно смириться на самом деле читателю 21 века, но в большинстве случаев это так. В большинстве случаев, когда нас спрашивают о том, какие чувства были авторам переданы через образ Печорина в данной сцене, есть только один конкретный комплекс чувств переданных и ничего больше. В этом плане многое из того, о чем говорит Барт, когда он снимает ответственность за собственно авторское, перекладывая его на критиков, перекладывая его на все на свете, это несколько противоречит принципу школьного образования. И мне кажется, что постструктуралистские теории, теории лакано-психологические в этом отношении, в отношении школьного образования, они не применимы в том виде, в котором они существуют в современном методологическом пространстве, современном библиотоведении. Я могу сильно спорить и сказать, что этот автор может сказать, что он хочет. Важно, что ты понял из того, что ты дал автор и насколько это читаем и насколько это понятно. Поэтому, если автор я хотела передать дни специально тексты читается, не знаю, агрессия и какая-то ненависть к именизму, то это не вина автора, это то, что читает, ну, то, что читает, читатель, так говоря, да? И поэтому, не так в том, что ты в тексте все равно будешь каждым разом учить его разное, и ты будешь видеть в нем разное действие в каком настроении ты его читаешь, в каком виде собственной развитии в момент текста. Она кажется очень понятной и правильной, да? Потому что мне кажется, что даже автор не всегда понимает, как много он складывает в текст, каким бы он оборудован в нем. здесь, если вот с точки зрения перцепции и рецепции смотреть на теорию Барта, можно вспомнить еще двух авторов, Яус и Изер, замечательные персонажи, которые говорили о рецептивной эстетике и горизонте ожидания автора, горизонте ожидания читателей, когда автор превосходит горизонт ожидания текст оказывает влияние на читателя, в противном случае текст всегда скучный, например, это работает примерно так, мы идем на триллер, на какой-нибудь ужастик, с ожиданием сейчас мы посмотрим ужастик, осмотрим ужастик, понимаем, что перед нами философская драма, замечательно говорим мы это, текст нас изменил. с одной стороны, когда, наверное, автор, да, автор может вкладывать все, что угодно в свой текст, проблема в том, что есть конкретные, абсолютно, в тексте прописанные, ну, средства выражения авторской позиции, авторской мысли всего на свете, об этом говорят исследователи поэтики текста, и огромное количество смыслов, которые угадывают философы, интерпретаторы, исследователи, пытающиеся продолжить текст, изменить текст, найти истинный смысл текста, это к школьному преподаванию, опять-таки, не имеет никакого отношения. В плане правильных ответов, правильных ответов, существующих в единственном экземпляре на любой вопрос в рамках школьного образования, мы говорим о тех вопросах, которые касаются поэтики текста. И вот это то, о чем вы сказали, читающиеся эмоции, эмоции ненависти, алчности, агрессии, чего угодно, не могут читаться в признании Татьяны Онегину, как бы мы того не хотели. Есть ряд интерпретаций, он не бесконечный, конкретных текстов, конкретных эпизодов, и именно то, что он не бесконечный, именно то, что он ограничен в рамках данной методологической концепции, в рамках данной культуры, он позволяет нам говорить о том, что вот здесь сейчас Барт, конечно, не прав в этой ситуации. Время все-таки ограничено. Я предлагаю как у нас был небольшой перерыв в начале лекции, все-таки еще вернуться в дискуссии на уровне все-таки ой, мифов по литературному образованию. И здесь я хочу позволить решаться по своим вопросам. Здесь есть не только люди, которые закончили Филпан или Холосовский, например, здесь есть люди даже, которые еще по ужасу учатся в школе. Не будем показывать пальцами, но тем не менее, как быть в такой ситуации у учеников. Вопрос очень просто, но я поясню. Образование вообще в коем случае должно у растущего человека создавать картину мира, более того, непротиворечивую картину мира. Как бы чкольнику и реально ли такую картину мира создать? Вот мой вопрос. Ну, есть конкретные... Да, есть конкретные абсолютно методические приемы в этом плане, как, ну, в этом случае с помощью литературы создать эту конкретную картину мира. Люди, как и романа, не противоречивая... Да, да, да. Самый, наверное, приятный мне прием методический в этом отношении это чтение текстов исторических, ну, исторических романов о ком-то, ком-то-ни-было, в процессе изучения исторических же документов на руках истории. То есть литература здесь становится вспомогательным свидетельством, вспомогательным средством интерпретации уже не какого-то абстрактного художественного образа, а вполне реального исторического образа. И образа того или иного государственного деятеля, например, в истории. Медный всадник Пушкина и изучение Петра I в школе. Довольно часто, кстати, я видел и в энциклопедиях по истории, в учебниках по истории отрывки из пушкинских поэм для иллюстрации тех или иных дел Петра. Это, мне кажется, довольно правильный и верный методический прием в этом отношении, создающий такую непротиворечивую картину мира. То есть приводит к метапредметным связям? Да. Если говорить только о литературе, ну, на это не каждый педагог пойдет на метапредметные связи, и каждый педагог трясется за свои часы, что, я думаю, известно. Наши часы урезают, мы должны голубым по Европам и те песни, которые они обычно поют. Несмотря на это, в принципе, образование литературное в этом отношении, наверное, не противоречиво. Оно не вызывает жуткие противоречия по типу «этот человек поступил неправильно, почему же его оправдывает автор? Зачастую, наверное, этого нет. Любопытный пример есть изучение басни Крылова «Стрекоза и муравей» в начальной школе. Дети не понимают муравья и говорят, что муравей поступил неправильно. Кстати, в оригинале этой басни у Ла Фонтена спасает то существо, которое поступает неправильно, конечно, не «Стрекозу». можно продолжить загонку вопросом? Если литература сам себе предмет школьный непредворечивый, как ты относишься к введению школьной программы в произведении Александра Исаевича Солженицова? Ну, опять же, там есть, например, текст «Матрюнин двор». Это было лет 10 назад. Сейчас уже пытаются архипелаг. Да, да. Ну, я о том, что «Матрюнин двор» на самом деле вот в этом отношении литературном текст, опять, довольно скучный с одной стороны, а с другой стороны это текст, который порождает направление безумно авторитетное в свое время, но нам сейчас абсолютно неизвестно, особенно если мы не заканчивали филфак, деревенская литература, деревенская проза. В частности, к этому направлению Шукшин относился некоторыми исследователями. Нам сейчас это словосочетание «деревенская проза» ни о чем не говорит. Но тогда, когда вводили Солженицына, оно говорило это словосочетание о многом. И прототекст для целого направления это важно и круто. Это как ввести в школьную программу недоросля фан-визина и сказать, что это абсолютно точный, классный, замечательный текст опулохи классицизма, который нужно исследовать всем, читать всем, и больше ничего можно из классицизма не читать, потому что вот это прочитали, все поняли. И в принципе это и есть. А вот Солженицын в плане его противоречивости общественно-политические позиции и темы, которые он поднимал, это ведь совсем другой вопрос. И он касается, конечно, не изучения литературы. Он касается отношения к историческим процессам, касается проблем исторического выбора, исторического пути, чего угодно, чего на самом деле, что на самом деле не исследуют даже преподаватели истории стараются от этого уходить. Хотя для них это по сути хлеб. Правильно или неправильно поступил тот или иной замечательный полководец или государственный деятель. И на мой субъективный взгляд в процессе изучения архипелага ГУЛАГ или Красного Колеса, которые, конечно, не ведут школьную программу, от этих вопросов, от опросов социально-политического развития, конечно, нужно отходить. Если это есть фон, если это есть данность, то мы должны исследовать это именно как данность, как некоторые факты биографии автора. Нигилизм для Тургенева, нигилизм для Базарова есть такое общественно-политическое явление, как нигилизм 19 века в России. И говорить о том, плохо это или хорошо, мы, конечно, не будем. Но можем. Но можем порассуждать. И если мы будем рассуждать, то, конечно, мы теряем часы. Такие дорогие часы. А преподаватели чаще всего и хотят рассуждать на такие темы. На мой субъективный взгляд халтуря и пропуская на самом деле важные моменты. Ну, что ж, тогда, если больше ни у кого горячих, кипящих вопросов нет, то предлагаем не терять усы, перейти к следующему докладу, передать слово. Добавил субъективный взгляд. Добавил субъективный взгляд. Спасибо.